Первый фестиваль, посвященный русскому зарубежью, стартовал во Владивостоке. До 5 сентября жители и гости города смогут посетить около 10 самых разных мероприятий, каждый из которых будет открытым и бесплатным. Цель нашего фестиваля заключается в том, чтобы привлечь внимание, популяризировать информацию о русской эмиграции, о русском зарубежье, о том вкладе, который наши с вами соотечественники вынесли в развитие мировой культуры, мировой науки. И вот сегодня мы здесь открываем фото-выставку, на которой изображены самые наши с вами известные люди. Открылся фестиваль с фото-выставки русской зарубежья в фотопортретах. Она посвящена выдающимся представителям русских эмигрантов 20-30-х годов прошлого века. 19 портретов, 19 судеб и один общий знакомый. Именно он, Петр Шумов, создал портреты известных дальневосточных эмигрантов. Нам важно знать этих людей, помнить их, напоминать о них, потому что они составляли и творческую силу, и гордость России, но были изгнаны и забыты на родине здесь. Мы хотим, чтобы Владивосток был точкой возвращения памяти о русских изгнанниках. И прежде всего, о тех лицах, которые являются гордостью России, и которые будут жить, если не в веках, то в десятилетиях, если очень долго. Посетители выставки могут самостоятельно познакомиться с биографиями эмигрантов, прочитать отрывки их произведений и проникнуться событиями прошлого века. Это очень круто, что для такого, ну, можно сказать, большого города устраивают такие выставки, когда ты можешь прийти в свободное время, посмотреть и пофотачь. Я пришла к Куприну, я удивлена, что он, оказывается, уезжал от нас, с Дальнего Востока покидал, и пришла вот к Тефи. К Тефи я вообще не знала, если честно. Мне стыдно за свой культурный уровень, но для меня это открытие. Все остальные фамилии более-менее знакомы. На самом деле, все, что связано с этой выставкой, это очень тяжело, по той причине, что эмиграция этих людей не прошла бесследно и для нас, и для них самих в первую очередь, они все-таки люди. И это очень больно, уезжать и со своей родины, и буквально гонимые отсюда. Это очень тяжело. Фестиваль русской зарубежья «Города и лица» пройдет в пяти российских городах, а затем станет ежегодной осенней традицией для всех интересующихся культурой и истории страны. Мария Киреева, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.